Добрый день! Мы начинаем разговор про Европу в 1815-1848 годах, то есть про историю Европы в период между Венским конгрессом, окончательным разгромом Наполеона и Венским конгрессом и революционной волной 1848 года, известной также как Весна народов. Прежде всего, несколько замечаний по структуре лекции. Первый эпизод будет посвящен общему взгляду на пост-наполеоновскую Европу, где будут обозначены тенденции развития как политического, так и экономического и культурного, очерчены основные направляющие нового международного порядка. Затем мы перейдем к разговору о Венской системе, о той системе международных отношений, которая сложилась в результате Венского конгресса. Третьим эпизодом поговорим о первом испытании Венской системы на прочность, о революционной волне в Европе, решедшейся на 1820-1821 годы. И, наконец, после этого мы в двух эпизодах рассмотрим историю двух европейских государств в период от 1815-го или от 1820-го, в одном и другом случае, до середины 40-х годов 19-го века. Речь идет об истории Франции и истории Испании. Аналогичные экскурсы по истории Италии и Германии войдут в отдельную лекцию, посвященную процессам объединения Германии и ресорджемента итальянского. Аналогичный, опять-таки, разговор про Великобританию составит часть лекции про историю Великобритании и Соединенных Штатов Америки в XIX веке. На этом перейдем к разговору, к общему очерку Европы после Наполеона. Прежде всего, основным, парадоксально, одновременно и основным пострадавшим, и одним из основных бенефициаров постнаполеоновского периода стала Франция. С одной стороны, почему пострадавшие, очевидно. Франция истощена войной, потеряно более миллиона человек. На Францию наложена огромная контрибуция. Помимо 700 миллионов франков, им предстояло три года держать у себя оккупационные части союзнических войск. И кормить их, разумеется. Держать, значит, кормить. Пострадала репутация, потому что страна, где казнили короля, страна, где долгое время правил вот, собственно говоря, вот этот вот выскочка, в смысле Наполеон, Бонапарт. Но, с другой стороны, почему бенефициар? Потому что те реформы, о которых мы отчасти говорили в прошлой лекции, те реформы, которые были проведены в ходе французской революции, те преобразования, которые были совершены Наполеоном, Бонапартом, как в период консулата, так особенно в период империи, сделали Францию одним из первых современных, вот таких понятных, как бы сказать, современному человеку государств Европы. Были заложены основы французской нации. Сформирована новая, невиданная в Европе до того момента правовая система. И не зря, собственно, все европейские страны, я об этом еще буду говорить отдельно, с той или иной степенью одобрения, но они постоянно будут заимствовать французский правовой опыт. Наконец, период расцвета переживает французская культура. Здесь мы можем вспомнить хотя бы отечественную историю. Количество французских эмигрантов, с одной стороны, и французских военнопленных, с другой стороны, в России, плюс впечатление нашего офицерства, побывавшего во Франции во время заграничного похода, сделали французскую культуру практически эталоном для российских интеллектуалов. И популярность французской культуры, и популярность французского языка в те годы очень сложно измерить. Так что можно сказать, что Франция не только проиграла по итогам наполеоновских войн, но все-таки в долгосрочной перспективе довольно сильно выиграла. Что касается всей остальной Европы. Ну, прежде всего, давайте посмотрим на экономику. Первая половина XIX века – это период, который называется промышленной революцией. Быстрое развитие производства, замена мануфактурного производства фабрикозаводским, развитие металлургии, появление двигателя, появление и очень быстрое распространение, лавинообразное распространение двигателей внутреннего сгорания, появление железных дорог и парового морского транспорта, пароходов, собственно говоря. Наконец, появление новых систем связи, я имею в виду телеграф. Все это преображает экономику Европы, и, разумеется, это преображает не только экономику, но и общество. Больше того, подобные перемены не могут не влиять на политику. В обществе, опять-таки, при общем взгляде на Европу, при поверхностном, я не устаю напоминать, что мы говорим сейчас в такой, в стратегической перспективе, мы видим крах сословного общества, я бы только забрал слово «сословного» в кавычки, крах того, что называлось обществом старого порядка. Смена, замена феодальных стереотипов поведения, феодальной этики и феодального пактизма на буржуазную этику, а это принципиально иное основание. Да, если основным двигателем, основной силой феодального строя были рыцари и церковь, то в наступающем мире, в буржуазном мире, как следует из самого названия, основным двигателем истории, извините за пафос, становятся горожане, буржуазия. На этот же период, несмотря на войны, приходится серьезный демографический подъем, прежде всего в городах. Во многих странах, в той же Франции, начинается серьезный отток населения из деревни в города. Как следствие, развиваются внутриобщественные конфликты. И, собственно, это вот то, о чем писал Карл Маркс, как раз в этот период формируется рабочий класс, в этот период формируется пролетариат. Между тем, основная власть и основное могущество почти во всех европейских странах, в одной из другой буквально, переходят из рук высшего дворянства и высшей родовой знати в руки новой финансовой аристократии, то есть промышленников, крупнейших производителей, крупнейших торговцев. А это, в свою очередь, влияет на начало борьбы за права. Там, где родовая знать довольствовалась личными привилегиями, личными, семейными, но тянущимися столетиями, привилегиями их родов, буржуазия начинает борьбу за свои права и за фиксацию этих прав. Фиксация этих прав, возможно, как мы понимаем, только в кодексах. И поэтому мы видим во многих европейских странах в этот период унификацию или попытки к унификации права и становления национальных правовых систем. Собственно, именно на этот период приходится, наконец, очень долго ожидавшийся крах системы юз-коммуна, вот того самого общего европейского права, покрывавшего Европу единым таким стеганым одеялом как минимум с 13 века. То, что не могли преодолеть отдельные кироли, то, что не могли преодолеть на протяжении столетий интеллектуалов, монархи, церковь отчасти в разных странах, волевым порядком сломала французская революция, а затем добавил Наполеон. И результатом стало появление национальных правовых систем, национальных правовых порядков от идеи всеобщего развития, да, мир поворачивается к идеям партикуляризма, к идеям уникальности национального развития. На это влияет и становление национальных государств, разумеется, того, что называется nation state. И, собственно, продолжая и заканчивая разговор про право, здесь же формируются идеи уникальности правовой системы каждой нации. Наиболее ярко это было выражено в учении так называемой исторической школы права, возникшей в германских землях во первой, третьей, девятнадцатого века. Идеологами ее были Густав Гуго, Фридрих Карл фон Савиньи, Георг Пухта. И, собственно, их убеждение состояло в том, что в основе права любой нации, любого народа лежит то, что они называли фольксгайст, народный дух. И поэтому задача интеллектуала, каждого конкретного интеллектуала, это вычленить, найти, сформулировать вот этот самый фольксгайст своего народа, да, где? Ну, в фольклоре, конечно, в сказках, в пословицах, в поговорках, достать оттуда основы национального права, вот эти вот базовые, да, и дальше уже возвести, дальше уже начинается работа непосредственных юристов, возвести эти основы, нужный теоретический уровень, оформить и создать по-настоящему народное национальное право, уникальное, отличающееся от всех остальных. Как вы знаете, отдаленным результатом процесса начатого в рамках исторической правовой школы стало германское гражданское уважение, созданное уже в Единой Германии, но об этом позже в отдельной лекции. Что касается политической сферы, я уже многое сказал, но несколько моментов еще отмечу. Абсолютная монархия, абсолютизм уходит в прошлое. Да, он еще держится в разных странах, но это больше всего, это более всего зависит уже от конкретных личностей, сидящих на троне. Когда мы будем говорить про Карла X французского, когда мы будем говорить про Фернанда VII, испанского, вот это будут примеры таких деспотов на троне, людей, которые попытаются не повернуть историю вспять, но удержать, удержать уходящее, вернуть режим того абсолютизма, когда их власть не имела ничего равного и не встречала никаких преград. Но это будет уже невозможно в силу вышесказанного, в силу изменения в структуре общества, в силу изменения в экономике, в силу изменения в праве. И абсолютные монархии неминуемо уходят в прошлое. Одной из первых ласточек европейских конституций станет испанская Кадисская конституция 1812 года. По ее образцу, как мы увидим, будут создаваться конституции в целом ряде европейских государств. Где-то их будут заменять, где-то их будут отменять, где-то их будут пытаться реформировать. Еще одним образцом, разумеется, станет консервативная конституционная хартия 1814 года, дарованная Эльдовиком 18 во Франции. Но сама необходимость конституции, сама идея, что конституция все-таки нужна, она уже прочно проникнет в головы и души людей, и начнется неотвратимое движение либо к конституционным, либо как минимум к умеренным, к ограниченным монархиям. Форсированными темпами начнут развиваться парламенты, идея разделения властей уже никем не будет оспариваться и подвергаться сомнению. Опять-таки разные формы будут встречаться, мы это увидим, но сама идея уже не будет оспариваться никем. И параллельно с этим с одной стороны заканчивается, закончится вот в этот период процесс оформления европейских модерных государств, а с другой стороны неизбежно начнет развиваться революционное движение. Движение, направленное в самом лучшем случае на модификацию установившегося строя, а зачастую движение, направляющее все свои силы к свержению сложившегося порядка. В сфере политической теории этот период отмечается прекращением, исчезновением теории общественного договора и с другой стороны развитием анархизма. Что касается международных отношений, то я уже говорил о складывании венской системы, сменившей собой стало быть вестфальскую, формирование нового международного права и выход на первый план, выход на международную арену, я бы даже так сказал, ряда государств там ранее не существовавших или стоявших за кулисами. Это и Соединенные Штаты, и страны Латинской Америки и так далее. Наконец, наполеоновские войны станут, пожалуй, последними, походы Наполеона станут, пожалуй, последними войнами за теорию в Европе. Отныне войны будут вестись за переделы сфер влияния, за рынки, но уже не за земли. Ну, что касается культуры рассматриваемого периода, то здесь основным триггером станет французская революция. Даже не Наполеон. Тот кровавый кошмар, который разразился во Франции в первой половине 90-х годов 18-го века, вызвал шок, трудно переживаемый шок у значительной части мыслящего населения Европы. И сама идея революции надолго, ну, надолго, на несколько десятилетий, стала тревожащей и ненавистной для многих. Но вместе с идеей революции аналогичная судьба постигла идеи прогресса, просвещения, единого пути развития, вот это все, да? И в культуре Европы начала 19-го века наблюдается очень серьезный откат, разворот, не откат, а разворот. Сначала к романтизму, вот этот вот культ одинокого героя, противостоящего стихии, культ одинокой нации, противостоящей варварам, культ, стало быть, одного народа, развивающегося вопреки всему, противостоящего в том числе, кстати, и универсализму империи, универсализму Рима, вот, собственно, культ германских народов, то есть, да? Затем в литературе живописи сформируется направление реализма, как вы видите, а что касается науки, то начнут формироваться национальные исторические школы, и здесь очень характерным станет рост популярности исследований средних веков. Если образцом для историографии и просвещения была все-таки античность, то, таким золотым веком, то историки эпохи романтизма, историки первой, третьей, девятнадцатого века прежде всего начнут обращать внимание на истоке своих собственных наций, то есть на средние века. В том, что касается философии, вы видите, собственно говоря, на слайде, скажу только, что этот период, период девятнадцатого столетия, первой половины, не смотря на пережитые тяжелейшие войны, не смотря на очень неспокойную политическую обстановку, стал периодом серьезнейшего культурного подъема. Дальше, собственно, мы перейдем к следующему сюжету и поговорим о том, что такое венская система. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok